А вы задумывались, чтобы в школьном меню появилось блюдо по рекомендации ресторанного шеф-повара? Комбинат школьного питания «Глобус» решил это проверить, и сегодня шеф-повар будет готовить блюдо, которое, возможно, попадет в школьное меню. Получилось у него или нет, и какие блюда любят школьники? Смотрите далее. Всем доброго времени суток, меня зовут Дмитрий Дроздов, и сегодня со мной в школьной столовой гимназии номер 42 шеф-повар Михаил Хмелинин. Миша, приветствую тебя! Привет, привет! Михаил Хмелинин, шеф-повар, многократный призер профессиональных соревнований, победитель международного кулинарного чемпионата «Шеф Аларус-2018». Ну что, пару минут мы здесь находимся, расскажи, как тебе школьная столовая? Отметил, что здесь очень-очень чисто. Да, все прекрасно, чисто, много воздуха, светлые, просторные аудитории, приятная атмосфера, вообще все замечательно. Супер! Сегодня наша с тобой задача из школьных продуктов, по всем законам школьной столовой, приготовить какое-то новое, интересное, необычное блюдо. Вот продукты, скажи, что ты сегодня будешь готовить, чем будешь удивлять наших экспертов? Ну, мы сделаем витаминный напиток, дети любят что-то более такое фруктовое. Вот, возьмем шиповника, в нем максимально много витамина С, микроэлементов. С этой корзины, наверное, возьмем лимон, яблоко и мандарин. Вот, и максимально простое блюдо, картошка запеченная в специях и с грудкой цыпленка, такую на манер шницеля сделаем. Вот, напомним детям, что они любят все курицу, хрустящую, ароматную. Вот, и как раз сегодня это сделаем. Супер! В конце, когда Миша все приготовит, мы это блюдо дадим попробовать нашим экспертам, они скажут свое мнение, и потом будет такое итоговое мнение, и мы узнаем, попадет ли это блюдо в школьное меню, и будет ли оно во всех школах Алтайского края. Вот, Миша, перед тем, как ты начнешь готовить, мы проводили еще опрос среди детей, 288 человек в нем участвовало, было три категории. Первое, чтобы они хотели убрать из школьного меню, и 59% проголосовали за то, чтобы убрать из школьного меню рыбные блюда. Почему дети так против рыбы? На самом деле, хотя мента это очень полезная рыба, вот, тут безусловно. Ну, да, рыбное блюдо, я думаю, что его просто нужно, возможно, правильно готовить, и, возможно, убрать кости, тогда это будет популярно. Идеально рыба. Миша набрал именно фастфуд, да, всеми любимыми, как я понимаю, бургеры, гамбургеры, все такое. Вот скажи, возможно ли фастфуд ввести в школьное меню, но вот по всем законам школьное столо, чтобы это было, вот, как вот, правильно приготовлено? Ну, можно, на самом деле, подавать, как под видом, там, какой-то булочки, что-то такое, но сделать это более правильное приготовление, и, естественно, дети любят глазами, так как и все, собственно говоря, вот здесь просто придать эстетике, добавить какой-то изюминки, и, думаю, блюдо может, в принципе, быть популярным в школьной столовой среди детей. Ну что, тебе я желаю удачи в следующем приготовлении. Еще большой процент детей, они рассказали, что хотят, чтобы в школьном меню появилось правильное питание. Вот, поэтому ты отправляешься готовить, а мы отправляемся смотреть и слушать мнение детей, что же такое правильное питание. Пусть добавляют все, что хотят, но без фастфуды, главное, чтобы дети питались нормально. Чтобы появились фрукты, колено. Мне нравится лимонный пирог, вот, хотелось бы булочку лимонную какую-нибудь. Фрукты, потому что в них и витаминов много, и клетчатки, то есть это будет полезно для организма. Мне бы хотелось, чтобы появились фрукты. Фрукты, хорошо. А кроме фруктов? Ну, у нас очень разнообразное питание, поэтому, я думаю, всего хватает, даже добавить нечего. Что-нибудь на завтрак, чтобы можно было утром, перед началом учебы поесть. Какой-нибудь йогурт или, возможно, каша. А из запрещенки, давай так и назовем. Запрещенки? Да. Мороженое. Какие-то необычные, более, блюда или десерты. Ну, по десерту нам все более-менее понятно, а необычные блюда, что я мешаю? Ну, например, какие-нибудь иностранные, возможно, например, спагетти. Может, салат какой-нибудь, не знаю. Например, фруктовый или овощный? Овощной больше, овощный, а могу лиц и какие-то, перец сладкий. Я хотела, чтобы появились яблоки и салаты. Забалансированное, в принципе, достаточно всего. Есть и мясо, и рыба. Поэтому, ну, как бы добавить яблоки, ничего не стало менять. Что-то такие витамины, овощи посезонные. Ну, и там, в зависимости, опять же, от сезона, какие-то, что я говорю, витаминные блюда, чтобы присутствовать. У нас есть в меню столовой витаминные салаты, но мне бы хотелось, чтобы они были всегда. Потому что у меня дети занимаются спортом, и иногда они сидят на таком питании спортивном. И им нужны капустные салаты, овощные. Если они будут всегда присутствовать в школьном меню, это только плюс. Так, начнем с напитка. Я беру шиповник. Значит, пока у нас стоит вода, закипает. Вот, шиповник в первую очередь, потому что ему... Вообще надо шиповник предварительно, перед тем, как отправлять, готовить с него напиток. Нужно, чтобы он замочился. Но здесь он достаточно мягкий. Я отправляю в кастрюльку, для того, чтобы он начал потихонечку на медленном огне, начал раскрываться. Возьму лимон, яблоко, наверное, мандарин. Мы сделаем такой полезный напиток из фруктов. Возможно, возьмем сухофруктов. Здесь курага, у нас сушеные яблоки. Они тоже дадут такой легкий аромат. Ну и, собственно говоря, свежими фруктами мы дополним наше полноценное блюдо. Так, добавляем. Все должно готовиться, в принципе, не на большой температуре. Убрать кипение, чтобы фрукты отдавали максимальный свой вкус и витамины. Куриную идеального качества. Посмотрю, что она охлажденная. Сейчас придадим такой большой шницер сделанной. Вообще, есть нормы, да, пропорции, которые ребенок может съесть. Я думаю, что порция должна примерно быть в совокупности грамм 180, либо 200. То есть, ну, за такой кусочек идеальной грудки, я думаю, что дети попросят добавки. Так, я беру грудку. Нам надо ее сейчас надрезать. И слегка отбить. Я сейчас параллельно делаю лизон. Возьму одно яйцо, мне этого достаточно будет. Специи паприка, немножко кориандра придадут такой приятный аромат. Курица даже готовится быстрее, чем картошка. Вот, поэтому мы сейчас просто ее запридадим такую панировку. Вот, чуть-чуть добавляем немножко сюда муки. С одной и с другой стороны. И в хрустящих сухарях панирую. Я закончу со шницелем. Добавляю сюда немножко масла для того, чтобы не прилипало. Все, добавили хрустящие сюда шницель на противень. Затем, перед тем, как отправить его в параконвектомат, я добавляю сливочное масло для того, чтобы оно было сочное и максимально сочная грудка. Вот, все, я ставлю буквально на 15 минут. Это, в принципе, будет достаточно для того, чтобы он был румяный, золотистый, прекрасный колер. И в том числе масло дает возможность, чтобы наша грудка была максимально сочной. Сделаем картофельные дольки. Опять же, картошка практически готовится немножко дольше даже, чем шницель. Вот, я прям делаю такие крупные сегменты для того, чтобы картофельная структура у нас была не слишком мелкой. И фактура картошки казалась максимально такой золотистой. Вот, и дольки будут у нас ароматные. Вот, по сути, у нас специи дадут тоже золотистый колер и такой приятный вид картошки. Идеальная температура приготовления картошки, картофельных долек, это, опять же, от 180 до 200 градусов. Так, немножко соли, чуть-чуть специй. Перед тем, как отправить запекать, обязательно масло добавляем, чтобы не подгорело нашу картошку. Вижу прям золотистая корочка, шикарная. Вау, посмотрите, готово. Картошка прям минут 7-8. Отличный такой золотистый получился шикарный кусочек нашей хрустящей курочки. Сейчас я его порежу и покажу, какой он на разрезе у нас. Вау, супер. Здесь мы взяли из нашей школьной корзины лимон, мандарин, яблоко. Главный здесь продукт – это шиповник и сухофрукты. Блюдо приготовлено. Миш, скажи, что за блюдо, потому что запах просто манящий. Так, ну что, друзья, у нас готова наша хрустящая курочка в панировке из хрустящих сухарей. Дольки картофельные. Наш витаминный напиток, я бы его назвал, назову его, наверное, такой наварин из наших сухофруктов. Вот, и сюда еще добавлю так вот. Оп, все, пусть. Изюминка шуфового. Да, да, да. Показывает, что если кто-то хочет кислинки, добавить себе. Вот, ну что, друзья, все готово. Осталось только отдать на суд экспертов. Да, дети сейчас это блюдо попробуют, выскажу свое мнение. И, возможно, это вот это блюдо появится в школьном меню, но перед этим, конечно же, мы его согласуем с Роспотребнадзором. Поэтому детям приятного аппетита. Картошка с курицей мне понравились. Я бы такое ела. Ну, компот, не знаю, 5 из 10 где-то. Почему? Ну, я просто не очень люблю компот из сухофруктов. Все понравилось. Больше всего понравилась курица. Она была вкуснее всего. Но картошка и компот тоже были очень вкусными. А что именно курица тебе понравилось? Мне понравилось, что она была нежная и очень вкусная. Ну, мне очень понравилась картошка, потому что у нее было, в ней были специи, а курица была нежная. Ну, компот тоже неплохой. Мне понравилось все, очень вкусно, но компот я не могла выпить весь, потому что у меня аллергия на цитрус, и это очень грустно. Великолепно. По моему мнению, оно точно должно быть в меню школьной столовой. Особенно хочу отметить курочку. Она была очень нежная, при этом хрустящая, достаточно специй и не такая соленая. Поэтому я считаю, что это блюдо достойно похвалы. Во-первых, хочется сказать, для чего мы проводили это мероприятие. Было важно услышать мнение профессионала. Профессионала, который как раз с коммерческого рынка, который непосредственно работает с гостями. Понимает предпочтения клиентов, понимает, собственно, какие блюда сейчас пользуются популярностью, вкусы чувствует, соответственно. И хотелось увидеть его еще и оценку, в том числе, касающуюся и оснащения школьной столовой. Поэтому мы этот эксперимент провели. Эксперимент чистый, настоящий эксперимент. То есть мы провели опрос детей, составили анкеты, выявили слабые места, которые есть в меню. Ну и основная задача была понять, какое блюдо все-таки детям хочется видеть в школьном меню. Эксперимент удался. Шеф-повар, кстати, высоко оценил оснащение школьной столовой. Отозвался о качестве блюд, которые готовятся в школьной столовой. Ну и предложил свой вариант приготовления как раз комплексного питания. То есть мы увидели как бы и горячее блюдо, увидели и напиток, который приготовил шеф-повар. Дети не знали заранее, что это будет за блюдо. Мы его предоставили им уже в готовом варианте. Дети увидели, посмотрели, оценили достаточно высоко. И есть теперь четкое понимание, что это блюдо появится в школьном меню в ближайшее время. И думаю, что оно порадует всех наших детей. Ты проработал в столовой гимназии номер 42. Скажи, как тебе, вот, со шеф-повара, человека с большим опытом, столовая с точки зрения современного оснащения? Знаешь, вот находиться здесь одно удовольствие. Учитывая, что есть очень классное оборудование. Все максимально компактно, очень удобно. Я думаю, что вот за такими проектами в школьных столовых большое будущее. Хочу, чтобы все популяризировали школьное питание. Кто занимается особенно этим благородным делом, вот, нужно развивать, давать детям классную еду, эмоции и качественный сервис. Миш, тебе жму руку. Спасибо. Говорю, спасибо тебе большое. И нашим телезрителям, мы, наверное, говорим, что еще не раз мы с тобой встретимся в какой-нибудь школе города Барнаула и Алтайского края. Что-нибудь еще приготовим. И это блюдо обязательно войдет в школьное меню. Поэтому, друзья, всем спасибо, всем пока и всем приятного аппетита. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok